Я с другом созванивался. Мы вместе в армии служили. Так он клинику посоветовал. Перестань. Очень хорошее. Прекрати, Гриша. Я знаю, что никакие врачи мне уже не помогут. Ну что ты такое говоришь? Я знаю. Ты меня бережешь. И скрываешь правду. Но я говорила с врачом. Я скоро умру, Гриша. Гриша, мне с тобой было хорошо. Надеюсь, ты со мной тоже. Не плачь. Слышишь? Значит, так надо. Нет. У меня к тебе просьба, Гриша. Последняя. Я слушаю. Только пообещай, что выполнишь. Обещаю. Когда я умру, я хочу, чтобы ты женился на Кате. Что? Зачем? Я не хочу. Так надо, Гриша. Черт, Лен, я вам лекарства принесла. Садись, Катенька. Садись, Катенька. Как. Спасибо. Да. Григорий и Елена 10 лет счастливо прожили в браке. Но Елена тяжело заболела и месяц назад умерла. Врачи не смогли ей помочь. Перед смертью Елена попросила Григория жениться на ее племяннице Кате. Эта просьба обескуражила Григория, и он решил обратиться за советом к бабушке. Я эту Катю толком не знаю. Зачем мне на ней жениться? Только жену схоронил. Вижу, недавно Катя в вашем доме появилась. Да, это Лена ее пригласила. Хотела девочке помочь из захолустья выбраться, столицу устроить, но родственники все-таки. Я единственное не пойму, зачем жене понадобилось меня на Кате женить. Лена буквально перед смертью умоляла меня выполнить ее просьбу. Не бойтесь, эта бабушка так с духами общается. Передам ей, Лена, твои слова, не переживай. Хорошо, ступай. Вы с Еленой разговаривали? Да, жена тебе как лучше хочет, потому и просит на племяннице Кате жениться. Как быть? Неужели жениться? Я тебе слова покойной жены передала. А как дальше быть, сам решай. Мне все равно ничего не понятно. Зачем ей это? Одно скажу. Любила тебя жена Ада так сильно, что и сейчас о тебе заботится. Еще вижу, если не сделаешь, как она хочет, не успокоится ее душа, маяться будет. На следующий день Григорий встретился с близкой подругой покойной жены Ларисой. Григорий все еще не понимал, зачем Елена просила его жениться на племяннице. Григорий делился с Ларисой своими переживаниями в надежде, что она даст какую-нибудь подсказку. Ну так женись. Я не могу, Ларис. Я не хочу. Ну что тебя останавливает? Катя девушка приличная. Что ж тебе теперь одному помирать? Причем здесь это? Со дня смерти Елены прошло всего ничего. Да и не люблю я эту Катю. Ну вот родит тебе ребеночка, так и слюбится. Мне от нее ребенок не нужен. Но ты же хотел детей. Да я от Лены хотел детей. Это совсем другое. Ты сама знаешь, как я ждал ее беременности. Да знаю, знаю. Дневали и ночевали у нас в клинике, всех на уши поставили. Но видимо не судьба. Сколько лет мы с вами над этим бились. Я никогда не думала, что у меня с пациенткой завяжется такая дружба. Ну не получилось у Лены. Ну бывает. Ну может хоть Катя тебя родит. А что ты заладила? Не нужны мне от нее дети. Со времени болезни Елены Катя жила в большой квартире Григория и его жены. Помогала по хозяйству. Придя вечером домой, Григорий хотел поговорить с Катей на чистоту. Он надеялся, что она поможет прояснить ситуацию. Вы что-то спросить хотите? Да, Катя, ты не знаешь, почему Лена хотела, чтобы я на тебя женился? Ну, тетя Лена обещала мне помочь. У меня же не гражданство, не работа, не жилья. Мне в этом городе кроме вас и податься-то некому. Ну вы и сами все знаете. А я тут при чем? Ну, тетя Лена говорила мне то, что если вы на мне женитесь, все мои проблемы разом решатся. Это фиктивный брак? Ну, да. Кажется, это так называется. Ну, вы зря переживаете. Так многие делают. Ну, если многие прыгают с моста, мне тоже надо. Ну, вы мне поможете гражданство получить, а я вам вот постираю, поглажу, пригляжу за вами, так сказать. Светлена очень просила, чтобы я о вас позаботилась. Она очень переживала, как вы один будете. Да, но мне нянька не нужна. Я ей сам прекрасно стираю, глажу, готовлю. Ну, тетя Лена говорила то, что вы не откажете. Неправильно это, Катя. Ну, вы же ничего не теряете. Это же просто штамп в паспорте. Ну и все. Как у тебя все просто? Вы ведь не откажете жене в последней просьбе. Прошел месяц. Григорий не смог нарушить обещание, которое дал покойной жене, и поэтому зарегистрировал брак с Катей. Несмотря на печать в паспорте, Григорий и Катя по-прежнему жили как соседи в разных комнатах. Катя была хорошей девушкой, но Григорий с трудом с ней уживался. Его все раздражало. Ты что творишь? Вещи ваши раскладываю. Они раньше где лежали? На средней полке. Так зачем ты их наверх кладешь? Ну, мне показалось, что вам так будет удобнее. Не надо здесь свои порядки наводить. Лена складывала на среднюю полку, ты туда тоже клади. Хорошо. Я уже не говорю про то, что веником пыль тут подняла. Так я же, чтобы убраться. Пылесос для этого есть. Ну, извините. Не тронь! Куда ты лезешь? Да тут же март месяц, а на дворе лето уже. Это Ленин календарь. Она его отрывала, поняла? Ее нет, пусть так и остается. Как скажете. Прошло две недели. Отношения Григория и Кати все еще были напряженными. Ты что делаешь? Мне страшно. Можно с вами полежать? В смысле страшно? Я темноты боюсь и грозы. Тебе что, пять лет? Ну, пожалуйста. Ладно, лежи. Катя, зачем? Мне очень одиноко. Катя, перестань. Ну, вы ведь давно уже без жены. Прошел месяц. После той ночи Григорий стал терпимее относиться к Кате. Однако вместе они больше не спали. Григорий считал их совместную ночь ошибкой. Как погуляла? А я не гулять ходила. У меня были кое-какие подозрения, я ходила узнавать, правдивы они или нет. Я беременна. И кто отец? Вы, кто же еще? У нас с тобой это один раз только было. И ты уже беременна? Вы не рады? Ну, а от чему я должен радоваться? Тетя Лена говорила, что вы хотели детей. От нее да, но не от тебя. Ну и что нам теперь делать? Ну, это очевидно. Нужно избавляться от ребенка. Я не хочу. Свозим тебя в хорошую клинику, там все сделают как надо, ты не бойся. Нет, это неправильно, я буду рожать. Катя, давай начистоту. Я тебя не люблю. Ребенка от тебя не хочу. Ты что, его одна собираешься растить? Если придется. Вы мне запретить не можете. Катя настаивала на том, чтобы оставить ребенка. Григорий ничего не мог с этим поделать. И привез Катю на консультацию к Ларисе, у которой много лет наблюдалась его покойная жена. Ну, что там? Катя твоя на УЗИ, с ней все хорошо, я ее осмотрела. Как такое возможно? Один раз переспали, и на тебе. Ну, бывает. Да уж. Не переживай, поживете вместе, узнаете друг друга получше. Там, глядишь, и полюбитесь. Но я не хочу. Гриш, тебе нужно жить дальше. Ребенок, это прекрасно. Вот и Катя твоя идет. Ну, хвастайся. Вот. По снимку я вижу, все хорошо. И что дальше? Через две недели на повторный осмотр. Ну, я побежала, мне работать пора. Пока. Спасибо, Ларис. Я здорова. УЗИ показывают, что ребенок тоже в норме. Поздравляю. Идем. Прошел год. В положенный срок у Кати и Гриши родилась девочка. Гриша ничего не испытывал к ребенку. А Катя его только раздражала. Где она плачет? Я спать хочу. Я, между прочим, тоже. Ну, тогда подойди к ней сам. Я этого ребенка не хотел. Сама родила, а мне теперь мучается. Но она не унимается. Покричит и перестанет. Что значит покричит и перестанет? Мне, между прочим, завтра на работу. Что ты за мать такая? Может, она есть хочет? Катя! Да мне все это тоже нафиг не надо! Здравствуйте, бабушка. Здравствуй, Гриша, садись. Надо же. Вы помните, как меня зовут? Конечно. И проблему твою тоже помню. Еще вижу, в семье у тебя прибавление. До жизни ладится. Это мягко говоря. Руку мне свою протяни. Рассказывай, что стряслось. Все это Катя. Она от меня ребенка родила, а самой до него дела нет. Такое ощущение, что он ей не нужен. Зачем тогда рожала? Я же против был. А еще мы постоянно ругаемся. На днях Катя собралась и ушла посреди ночи. Я ей пишу, звоню, а она трубку не снимает. С кем же тогда девочка сейчас? Я прошу соседку посмотреть с Дианой. Но это так неудобно. У нее у самой дети. Стало быть, пришел ко мне жену искать. Да я не знаю, что мне с ребенком делать. А она орет постоянно. Ей мать нужна. А где ее искать? Вижу, вернется скоро твоя Катя. Можешь не искать. Ну вот отлично. Отдам ей Диану, на развод подам. И пусть Катится, откуда приехала. Если девочку отдашь, то потом всю жизнь жалеть будешь. Это почему? В этом ребенке все твои счастья. Ну конечно. Я был против, чтобы Катя рожала. И к этому ребенку ничего не чувствую. Дело твое. Но если дочь отдашь, беда будет. Ладно, бабушка. Я пойду. Главное, что Катя вернется. А с остальным как-нибудь разберусь. До свидания. Прошло несколько дней. Григорий взял на работе отгулы и пытался один справляться с ребенком. Ты зачем здесь? Вот, жену твою привела. А почему ты? Я узнала, что ты сам с ребенком маешься. Не смогла остаться в стороне. И как ты ее нашла? Неважно. Катя хочет сказать тебе кое-что. Да, Катя? Ну, Гриш, прости меня, пожалуйста. Ты издеваешься? Мне уже стыдно соседям в глаза смотреть. Ребенок есть, отец есть, мать непонятно где шляется. У соседей помощи прошу. Извини, я сорвалась. Это гормоны. Ну, конечно. Это не ты плохая мать, это гормоны. В первый год после родов у женщины очень нестабильный гормональный фон. С Леной бы такого не произошло. Согласна. Но я провела с Катей беседу. Так что, если хочешь, я могу за нее поручиться. Идемте в дом. Нечего на улице такие разговоры вести. Соседи услышат. Прошел месяц. Катя изменилась и перестала проявлять безразличие к ребенку. Григорий снова вышел на работу. Но в тот день он вернулся раньше обычного. Ты почему так рано? Я буду приходить домой тогда, когда я этого захочу. Чего смотришь? Одевайся и проваливай отсюда. Коль, я с тобой. Ого, даже так? А ты что хотел? Ты меня достал уже. Чем это интересно? Коль, подожди в коридоре. Я сейчас. Ты меня достал своим занудством. Что не сделаю, все не так. А Леноба, это Леноба, Тодда. Ты вот календарь уже год не снимаешь. Да нельзя так жить. Вещи потом соберу. Я теперь уверен, что Диана не от меня. Как такое может быть, чтобы мы ребенка за один раз сделали? Катя забеременела неизвестно от кого. Она меня ребенка повесила. И кто же, по-твоему, отец? Да откуда я знаю? Я вот на днях Катю с парнем застукал. Наверняка он отец девочки. Или еще кто-нибудь. Она вон гуляет направо и налево. На вот, намотай. Вижу, правда, от тебя скрыто. Одно скажу. Это твой ребенок. Твоя дочка. Этого не может быть. Вы, бабушка, не обижайтесь. Но я тест ДНК сделаю. Так точнее. О чем не обижаться? Делай, как знаешь. Только вижу, когда в бумаге посмотришь, еще больше у тебя вопросов будет. Вы, это о чем? Скоро сам все поймешь. Главное запомни. Ответ на твои вопросы даст тот, кто вещи твоей покойной жены попросит. Ты тогда сразу слова скажи. Я все знаю. Я ничего не понимаю. Всему свое время. Еще вижу, у тебя дома календарь отрывной висит. А числа на нем старые. Да, это от Лены календарь остался. В день, когда она умерла, последний раз листок отрывала. С тех пор я его не трогаю. Плохо это. А что плохого? Примета дурная. Нельзя старые календари хранить. Не будет счастья в жизни. Не будет человек сегодняшним днем жить. Выброси его. Несмотря на уверение бабушки, Григорий решил сделать ДНК-тест. Получив анализы, он не мог поверить своим глазам. Взгляни. Что это? Я сдал тест ДНК. Оказывается, я отец Дианы. А ты сомневался? Если честно, то да. Но дело не в этом. А в чем же? Я и Катин материал сдал на анализ. На всякий случай. Вот. Прочти второй анализ. И что? Оказывается, Катя не мать Дианы. Да как такое может быть? Откуда я знаю? Ты мне объясни, ты же врач. Я весь период беременности на моих глазах проходил. Я вначале подумал, что ребенка в больнице перепутали. Но отец-то я... Ладно, Гриш, успокойся. Я во всем разберусь. Как? Подумаю. Я возьму бумаги. Конечно, бери. Я все перепроверю. А Катя что говорит? Мы с ней не разговаривали. Ну, я с ней поссорился, и она ушла. А Диана тогда с кем сейчас? Я ее у соседки оставил. Тоже придумал. Ребенка с чужими людьми оставлять. Ладно, беги к дочке, папаша. Ладно, спасибо тебе. Григорий снова нянчился с ребенком один. Катя от него ушла. Но Григория это уже не огорчало. Он собирался подавать на развод. Однако ему не давал покоя один вопрос. Кто же мать девочки? Явилась, наконец-то. Я за вещами. Ну, раз ты здесь ответишь мне на несколько вопросов. Я тебе что, справочное бюро? Я сделал тест на родство Дианы. И что? Оказывается, ты ей не мать. И как это понимать? А как хочешь. Значит, уходишь. И на Диану тебе плевать. Здесь ее оставляешь. Ты только что сам мне сказал, что я ей не мать. Ты папа, ты воспитывай. Так как это получилось? Да ты мне надоел уже. Видеть тебя больше не могу. Если бы не уговор, давно уже бы от тебя ушла. Какой уговор? У меня теперь есть деньги, и я тебя терпеть не намерена. Какие деньги? Я ничего не понимаю. Я тебе объяснять ничего не собираюсь. Помучайся. Еще раз хватишь меня, закричу. Ясно? Прошло два дня. Григорий не справлялся с ребенком один. И попросил Ларису ему помочь. Извини, пока руки не дошли. Ну, может, мне его заново сделать? Уже в другой клинике? Ой, пока не надо. Слушай, а помнишь, у Лены был бирюзовый платок? Да, лежал где-то. А можешь мне его отдать? Она его никогда не любила, а мне так нравится. Ну, не знаю. Ну, или она сама обещала мне его дать. Ну, это хорошо. Пойду посмотрю. В тот момент Григорий вспомнил слова бабушки о том, что всю правду ему расскажет человек, который попросит вещь покойной жены. Ты чего? Я все знаю. Правда? Да, и хотел бы знать подробности. Что это за афера с ребенком? Это не афера. А что тогда? Помнишь, Лена предлагала тебе суррогатную мать нанять? Да, конечно, помню. Я сказал, что нам это не подходит. Все должно быть естественно. Если мы не можем сами родить, значит, не судьба. Я категорически против суррогатных мам. Верно. Вот поэтому Лена втайне от тебя издавала материалы для подсадки. И твои, и ее. Зачем? Чтобы после своей смерти подарить тебе ребенка. То есть ты хочешь сказать, что Катя это суррогатная мать, а мать Дианы это моя Лена? Да. Лена, когда заболела и поняла, что не выкарабкается, попросила меня после ее смерти сделать Кате подсадку. Катя была в курсе. Мы втроем все оговорили. Почему вы мне не рассказали? Ну ты же против суррогатного материнства. А после смерти Лены тем более бы не согласился. Лена специально Катю из провинции в столицу привезла. Обещала помочь ей. А зачем я женился на Кате? А чтобы у твоего ребенка был официальный отец. Чтобы ты от него не отказался. Ну мало ли что. По условиям договора. Катя должна была с тобой переспать. Но чтобы у тебя вопросов не было. Родить ребенка, а потом какое-то время пожить с вами. И она на все это согласилась родить гражданство? Нет, не только. Я должна была передать ей крупную сумму, которую Лена оставила. Я вроде как ее доверенное лицо. Понимаешь? Как вы все хитро придумали. А Катька с тобой не выдержала. Да и парень у нее всегда был. Когда она первый раз от тебя ушла, я нашла ее и велела вернуться. Припугнула, что денег не дам. И когда этот цирк должен был закончиться? А мы все ждали, что ты к Диане привяжешься. А ты никак не привязывался. Вот Катька и не выдержала, и парня в дом привела. Но ее тоже можно понять. Она тебя никогда не любила. Да и ребенок не ее. Гриш, это дочка Лены. Узнав всю правду, Григорий стал воспитывать дочь один. Теперь ему нравится ухаживать за Дианой. И лишь изредка, когда у него много работы, Григорий просит Ларису о помощи. Старый отрывной календарь жены он выбросил. Бабушка говорит, что старые календари нельзя в доме хранить. Иначе жизнь мимо проходить будет. Катюк, ну ты чего мокроту разводишь? Я к матери съезжу и вернусь. Я не хочу, чтобы ты уезжал. Пусть она сама к нам приедет. Она не может, у нее дача. Вернусь и подадим заявление в ЗАГС. Сашенька, ну тогда можно я с тобой заодно и с мамой твоей познакомлюсь? Не в этот раз. Вот заявление подадим, и я с твоими познакомлюсь. А потом поедем к моим. Все. Я поехал. Я к тебе вернусь. Очень скоро. Катя давно уже была за 30. А замуж она так еще и не вышла. Женщина очень боялась остаться одинокой. От знакомых она узнала о бабушке и поехала к нам за помощью. Недавно мне 38 стукнуло, а личная жизнь до сих пор не устроена. Хотя мужским вниманием я никогда не была обделена, но только до свадьбы еще ни с кем не дошло. А сейчас я встретила мужчину своей мечты, он именно такой, каким я себе мужа представляла. Вот замуж позвал. Правда, он сейчас к матери домой уехал, но обещал вернуться. А я столько раз обжигалась. Вот решила у вас узнать, будет ли у нас с Сашей счастливое будущее. Фотографии Саши есть у тебя? Да, я знала, что фото пригодится. Специально распечатала. Не вижу вас вместе с этим мужчиной. Не вернется он к тебе. Не жди. Как же так? Почему мне так не везет? Только полюблю мужчину, как он сразу же пропадает. Вижу все дело в тебе, но что именно ты не так делаешь, сказать пока не могу. Ты часто в чужих домах бываешь. Привези мне кусочек из чужого дома. Тогда больше смогу сказать. Ну да, я же маляром работаю. Часто на разных объектах бываю. Но что значит привезти кусочек чужого дома? Это тебе мужчина скажет. Какой мужчина? Вы же сами сказали, что Саша не вернется. А больше у меня никого нет. Скоро ты сама все узнаешь. Вижу, этот мужчина тебя счастливой сделает. Катя обычно работала в одной бригаде с Зиной. Женщины дружили. Последнее время с работой у них было плохо. И Зина приехала к подруге, чтобы занять денег. И вот как аванс получит, мы тебе долг сразу и вернем. Отдадите, как сможете. А насчет работы мне предложили один объект. Квартира. Ну, правда, условия так себе. Платить мало. А где сейчас платят много? В наше время на любые условия надо соглашаться. Я думаю, там и для тебя работа найдется. Надо встретиться с бригадиром и все обсудить. Так давай встречаться. Что тянуть? Хорошо. Я позвоню ему и договорюсь. Слушай, а что Саша твой? Не объявлялся? Звонил. Сказал, что не приедет. Знаешь, Катя, ты сама виновата, что мужики так с тобой себя ведут. В чем же я виновата? Да веришь им, как дура. Они же тебе все как на подвор строителей, которые на заработки в Москву приехали. Поработают два месяца, а потом к своим семьям возвращаются. А ты их всех сразу в дом тащишь, обстирываешь, кормишь. Они рады стараться. Очень удобный вариант. Хватит. Ты глаза разуй, наконец. Не девочка уже. Я думала, Саша, он не такой. Да у него на лбу написано, что добра от него не жди. Я это сразу поняла. Ты бы у них паспорта осмотрела, что ли, прежде чем замуж собираться. Ой, ну, ну, ну не рыдай. Ну, ну встретишь ты еще своего суженого. Ну, только не знаю, нужно ли оно тебе такое счастье. Я бы с радостью с твоими местами поменялась. На следующий день женщины поехали встречаться с бригадиром, чтобы обсудить условия работы. У нас невысокие. А куда деваться? Ну, все равно согласны, да? Ну, тогда, в принципе, я вам все рассказал. К работе можете приступать хоть завтра. Я, если что, тоже каждый день здесь буду. Я с хозяевами договорился. Буду тут жить, ну, чтобы комнату не снимать. Отлично, бригадир. Тогда завтра утром мы увидимся. До свидания, Зина. До свидания. Катя, вы не могли бы чуть-чуть задержаться? Да, конечно. А, я пойду. Мне еще мужу обед на завтра сварить нужно. Счастливо. До свидания. Михаил, что-то случилось? Вы на Зинку внимания не обращайте. Она у нас бойкая, наглая, но маляр отличный. Да я не сомневаюсь. Я просто хотел узнать, у вас дома тоже муж ждет? Нет, я не замужем. Значит, я не ошибся. Ну, свободных женщин сразу видно. Я тоже не женат. Вот всю жизнь ищу ту единственную. И что-то мне подсказывает, что уже встретил. А пойдем поужинаем куда-нибудь? Ну, если ты не занята. Не занята? Ну, тогда прошу. Нечего здесь пыли дышать. Еще успеем. Пойдем. После кафе Миша пригласил Катю прогуляться. А потом предложил проводить ее до дома. Какого цвета у тебя полотенца в ванной? Полотенца? Ну, я представляю, ты выходишь из душа, а на тебе только одно полотенце. Вот только какого оно цвета? Ты фантазер. А хочешь прямо сейчас это узнать? Очень хочу. Мы уже пришли. Прошло пять дней. Катя и Зина делали ремонт. Миша оказался толковым бригадиром. И женщины были очень довольны. Главное, на свои грабли снова не наступи. Что ты имеешь в виду? Как будто не понимаешь. Это ж классика у тебя. Опять мужика в дом привела. Опять стираешь, кормишь. А сейчас ремонт доделаем, он тоже исчезнет. Не исчезнет. С Мишей у нас все серьезно. О, конечно. Вы же целую неделю знакомы. Как и с Сашей и с остальными своими женихами. Ну, ты хоть паспорт у него смотрела? Зинка! Ты чего нападаешь на Катю? Я все слышал. Можешь за нее не переживать. Она в надежных руках. Вот мой паспорт. Как видишь, штампа о браке тут нет. Ну, все, все. Я теперь спокойна. О, эти кусочки чужого дома на бусорку отнести надо, да? Миш, ты прямо поэт. Старые обои кусочками чужого дома назвать. Я бы не догадалась. Я ж тебя романтик, Катюш. Да, это точно. Ладно, девчонки, ничего не трогайте, я сам все выброшу. Угу. Ну что, убедилась? Миша у меня такой хороший. Может, тебе наконец повезло. Я только рада буду. А я чувствую, что мне повезло. Мне ясновидящая так сказала. Прошел месяц. Ремонт закончился. Да, Михаил и Катя с Зиной решили отметить это событие. Зарплата. Миш, здесь же гораздо больше, чем ты нам обещал. Хозяева остались очень довольны нашей работой. Да и объект мы сдали им на неделю раньше. Так что это вам бонус. Очень приятно, когда заказчики ценят работу. Такие редко встречаются. Ну, только не у меня. Я всегда работаю с надежными людьми. Бригада у меня хорошая. Да и вы не подвели. За что вам отдельное спасибо. Когда следующий объект? Мы хоть завтра готовы, да, Катя? Пока ничего нет. Через пару недель, возможно, появится. А сейчас мне нужно домой съездить. Там кое-какие вопросы порешаю. Одни через десять вернусь и вам позвоню. Как домой? Ты же ничего про это мне не говорил. Ну, не говорил, потому что не знал. Вот только сегодня выяснилось. Да ты не переживай. Я несколько вопросов улажу и к тебе вернусь. А если не вернешься? Да что ты такое говоришь? Как я к тебе не вернусь? Конечно же, я к тебе вернусь. Куда же я теперь без тебя? Успокоилась? Теперь рассказывай, чего слезы льешь? Ну вот, как мне не плакать? Меня все всегда обманывают. И Миша меня обманул. Сначала заботливым, любящим прикидывался. А как сдали объект, уехал. И уже три недели, как его нет. Ты привезла мне кусочек чужого дома? Да. Он так же, как и вы, старые обои кусочком чужого дома назвал. Я сразу поняла, что вы их имели в виду. Теперь ясно вижу, в чем дело. Ты часто на подоконниках сидишь. А это плохая примета. Если незамужняя девушка на подоконниках сидит, не выйти ей замуж. Я не слышала о такой примете. И что же мне теперь делать? Аня, принеси заговоренную луковицу. Возьми эту луковицу и у себя в доме положи. Десять дней луковица там полежит. Потом мне ее привези. Спасибо вам, бабушка. И что же, у меня все наладится? Наладится. Если на подоконниках больше сидеть не будешь. Не буду. А Миша, он вернется ко мне? Миша к тебе не вернется. Ну, как же так? Вы же сами сказали, что я с ним счастлива буду. А вот так. Сама все узнаешь, если к нему поедешь. Только прежде, чем что-то спрашивать, ты у него в доме переночевать должна. Ну, это не проблема. Я адрес Миши знаю. Я его паспорт видела. Вот и съезди к нему. Там все и выяснишь. По совету бабушки, Катя решила поехать в Перм к любимому. Зина не одобряла поступок подруги. Я знаю, что нужна Миша. Угу. Тогда почему он телефон отключил и до сих пор тебе сам не позвонил? Я чувствую, с ним какая-то беда случилась. Да и ясновидящая говорит, что ехать к нему надо. А она никогда не ошибается. Нет, ты точно сумасшедшая. Бабкам всяким веришь. Собралась сама, не знаешь куда. Зря только деньги промотаешь. Да деньги не проблема. Я только за работу получила. Да и потом у меня отложено много. Я же никуда не трачу. Все коплю. Сама не знаю на что. Ого. Да здесь целое состояние. Можно дачу купить или машину. Только разря ты так деньги хранишь. Их нужно в банк отнести. Так зачем в банк? Так спокойнее. Знаешь что? Возьми ключи. За квартиры присмотришь. А то я не знаю, сколько я у Миши пробуду. Вдруг с ним что-то серьезное случилось. А ты, если что, цветы польешь. Да и мало ли, кран потечет. Или еще что-то. Ну а что же, друзья нужны? Ладно. Присмотрю, конечно. Спасибо тебе. На следующий день Катя была уже в Перми. Прямо из аэропорта она поехала к Мише. Здравствуйте. А вы к кому? Я к Мише. Миша здесь живет? Здесь. Правда, он сейчас сына к матери повез. А, вы, наверное, насчет ремонта. Он говорил, что он бригаду собирает. У него скоро объект. Да, я насчет работы. Вы знаете, вы можете пройти его подождать. Он скоро приедет. Спасибо. Проходите. Оказалось, что у Миши был старший сын и беременная жена. Катя решила дождаться Мишу, чтобы все выяснить. А я так устаю без мужа. А что делать? Чтобы нас содержать, ему приходится в столицу мотаться. Там хоть какие-то деньги. Кстати, Миша пришел. Привет. Эта девушка к тебе насчет работы. Катя. Я попросила ее пройти, тебя дождаться. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вакансию размещал, а снять забыл. К сожалению, в бригаду я вас взять не смогу. Я сейчас в столицу уезжаю. Вернусь только осенью. Но раз вы уже здесь, я могу попробовать для вас подыскать другую бригаду. Ой, а я так к вам в бригаду хотела. Мне подружки рассказывали, что у вас деньгами не обижают. Но если вы уезжаете, я тогда на другой объект пойду. Мне как раз предлагали. Ну, смотрите. Если надумаете, телефон мой знаете, позвоните. Я попробую для вас местечко подыскать. Хорошо. Тогда я пойду. Юля, спасибо вам за чай. Всего доброго. Всего доброго. До свидания. Катя была в отчаянии. Она понимала, что Миша обманул ее. По тому адресу, что он показывал ей в своем паспорте, Миша никогда не жил. Но где его искать, Катя не знала. Катя, ты долетела? Да. Ты когда возвращаешься? А то я еще у тебя не была. Вот сегодня на дачу собираюсь. Думаю, заезжать к себе или нет. Можешь не заезжать. Утром буду дома. Ты что, плачешь? Представляешь, Миша меня обманул. А он вовсе и не Миша или Миша. Я совсем запуталась. Просто по его адресу другой Миша живет. Мне так плохо, Зинка. А я тебе говорила. Только ты меня слушать не хотела. Ладно, не реви. Езжай домой. Я сейчас на дачу. А утром приеду, тебя встречу. И ключи заодно отдам. Спасибо тебе. Ты всегда меня выручаешь. Утром Катя вернулась домой. И там ее ждал еще один сюрприз. И в спальне все перевернуто. И коробка из-под денег пустая. Кать, тебя обокрали. Ведь знали ж, гады, куда лезли. Это точно кто-то из своих. Вот за что мне все это, а? Зин, что ты молчишь? Я уже не знаю, что ей говорить. А самое смешное, что я даже не знаю, что мне больше жалко. Денег. Или то, что Миши нет. Деньги-то я заработаю. Они все равно без дела лежали. А вот Миша, как он мог со мной так поступить? Я же ему верила. А он вовсе и не Миша даже. Вообще непонятно, кто он, откуда. Но я его так люблю, кем бы он ни был. Точно. Что? У Миши же были ключи от твоей квартиры? Ну да. Он же у меня жил. У меня два запасных набора. Один я тебе оставила, а второй у него был. Все сходится? Вот и вернулся твой Миша. Ты же его так ждала, радуйся. Ничего не понимаю. Какая же ты наивная, Катька. Вызывай полицию, обокрал тебя твой Миша. Да нет, он не мог. А даже если и мог. Но все равно полицию вызывать не буду. Я же его так люблю. Да я бы все деньги отдала тому, кто Мишу найдет. Ты и вправду сумасшедшая. Заканчиваю рыдать, будем думать, что делать дальше. Пойду за водой схожу. Бабушка, я сделала все, как вы мне велели. Но счастья мне это не принесло. Даже наоборот. Миша оказался не Мишей. Вообще теперь непонятно, кто он такой. В Перми по его адресу другой человек живет. А пока меня в городе не было, Миша, или как его на самом деле зовут, ко мне в дом залез и ограбил. Теперь у меня ни денег, ни любимого. Вот так счастье. Ты луковицу привезла, что я тебе давала? Да. Я тебе велела в доме у Миши переночевать. Но ты, я вижу, этого не сделала. А как вы себе представляете? Там совершенно чужие, незнакомые мне люди. Как бы я у них осталась? Мне нечего представлять. Надо было сделать, как я говорю. Сейчас все по-другому было бы. Бабушка, вы со мной снова загадками говорите. А я, если честно, запуталась. Скажите, что мне теперь делать? Где Мишу моего искать? Если он Миша, конечно. Миша к тебе не вернется. Но человека, которого ты любишь, ты еще встретишь. А деньги кто у меня украл? Я смогу их вернуть? Когда твой мужчина появится, ты прежде, чем с ним в разговоры ступать, скажи, что ты все знаешь. И подруге своей так же скажи. Тогда все на свои места встанет. Опять загадки. Ну хорошо, я все сделаю. Только не верю, что что-то из этого получится. Ты сделай. Тогда все узнаешь. А теперь ступай. Прошла неделя. Неожиданно к Кате пришел Миша. Женщина была в смятении. Катя, я очень виноват перед тобой. И тут Катя вспомнила совет бабушки. С удовольствием послушаю, что у тебя там произошло. Хотя я уже и без этого и так все знаю. Что знаешь? Все. Зачем ты себя за другого человека выдавал? Ведь ты же не Миша. Глупо получилось. Да, ты права, я не Миша. Меня Толя зовут. А Мишка мой младший брат. Он тоже бригадиром работает. И вот у него заказ в столице был. На квартиру, ну, где мы вместе ремонт делали. А заказчица подруга Мишку порекомендовала. А та ни с кем другим работать не захотела. А Мишка хотела с женой побыть. Она у него в положении. И так он все время в командировках. Ну, вот мы и решили, что я вместо него поеду. Хозяйка все равно его никогда не видела. А паспорт-то он мне свой дал. Там вообще такая история получилась. Он паспорт свой потерял. Пошел, новый сделал. А перед моим отъездом его старый паспорт нашелся. Ну, и он мне его дал, чтобы я, если что, мог личность свою подтвердить. А штампа о браке в паспорте не было. Ну, я всем и представлялся Мишей. И тебе тоже. Думал, когда вернусь, все тебе расскажу. Уехал в Пермь. Там телефон со всеми номерами потерял. Потом дела сдержали. Ну, как сводился сразу. К тебе приехал, как и обещал. Ты простишь меня то, что сразу правду тебе не сказал? А я в Пермь к тебе ездила. Думала, с тобой что-то случилось. А я ничего не знал. Ты, наверное, у Мишки была, а я-то с матерью по другому адресу живу. Зачем ты у меня деньги украл? Какие деньги? Я ничего у тебя не брал. Тебе что, на вора похожи? Не похожи. Тогда кто взял? Неужели Зинка? А ты в полицию обращалась? Нет. Ладно. С этим потом разберемся. Главное, что ты, наконец, нашелся. Я так переживала, что ты меня бросил. Теперь я тебя никогда одну не оставлю. Катя не терпелась поговорить с подругой, чтобы, наконец, все выяснить. Зин, а я все знаю. Как? Так, откуда? И меня же даже никто видеть не мог. Я ночью к тебе пришла, когда ты из Перми летела. Катя, Катя, я не знаю, что на меня нашло. Я же не воровка какая. Я просто, когда эти деньги в коробке увидела, кроме них ни о чем думать не могла. Мы же с мужем еле-еле концы с концами сводим в долгах по уши, а тут такая сумма. И потом, когда я узнала, что твой Миша негодяем оказался, я подумала, это моя удача и деньги взять и все на него свалить. Да уж, такого я от тебя никак не могла ожидать. Я знаю, ты меня теперь ни за что не простишь. Но я в себя уже пришла, когда в квартире была. Бардак везде устроила, все разбросала. Что же теперь будет? В полицию пойдешь. Деньги я могу вернуть, я оттуда ни копейки не взяла. Стыдно было. А как вернуть не знала и спрятала их у себя дома. Так и поступим. Деньги ты мне вернешь, и никто об этом ничего не узнает. А впредь, если тебе будут деньги нужны, ты можешь обратиться ко мне. Разве я когда-то тебе отказывала? Нет, так и дни долги. Занимать некуда. Катя простила Зину. Они по-прежнему работают вместе. Спустя два месяца Катя и Толя поженились. Бабушка говорит, что незамужним женщинам нельзя на подоконниках сидеть. Можно одной остаться. Продолжение следует...